То, что продолжает будоражить мировую прессу, политологов и дипломатические круги, это слова российского лидера, которые прозвучали непосредственно с трибуны Генассамблеи ООН. Что реакция ожидается бурно и было понятно еще до выступления Путина. А после стало очевидно, как поменялась тональность мировых СМИ. И не только их, но и обычных людей, рядовых граждан разных стран. Путин миротворец. По такому заголовку сегодня ищут в интернете цитаты из речи российского президента в ООН. Отклики на нее и аналитику. Денис Давыдов изучил мнение. Вчера эта небольшая трибуна в Нью-Йорке на много часов приковала к себе внимание всего мира. Эстафеты речей видных деятелей и политических тяжеловесов. Доводы Владимира Путина, например, о необходимости поддержки сирийского президента Асада, звучат весьма убедительно. К словам российского президента, начинают прислушиваться и столь категоричные американские журналисты. Он очень четко сказал, что мир допустил ошибку, не сотрудничая с сирийским правительством и не сотрудничая с Асадом. Что Асад это единственный человек, способный бороться с исламским государством и боровшийся с ним. И затем он сказал, что единственный выход из этой трагической ситуации это восстановление государства и его структур. Это его взгляд на то, что происходит в Сирии. И это очень разумный взгляд. Он затронул то, чем озабочена большая часть мира, то есть разгромом исламского государства. Но добавил свою вишенку на вершину пудинга. Призвал оставить Асада в данный момент. И это серьезный вопрос, потому что сейчас президент Обама и другие, очевидно, собираются пойти именно этим путем. Многие начинают соглашаться и с тем, что в регионе сейчас действует одно главное абсолютное зло – террористы. Оставив амбиции, нужно объединиться в борьбе с ними, предлагает российский лидер. Так же вместе, как 70 лет назад человечество побеждало фашизм. Разделаться с ИГИЛа уже после браться за остальные проблемы – такой подход, кажется, находит отклик на Западе. Теперь все больше стран согласны с тем, что Асад останется у власти, если это даст возможность максимально быстро разрешить конфликт. Если Пудин сможет убедить Обаму принять его предложение, то это станет одним из величайших дипломатических триумфов за 15 лет власти российского президента. Роли России как решающей силой в делах Ближнего Востока будет наиболее выраженной с момента распада СССР. Это предложение вряд ли будет принято именно в таком виде Соединенными Штатами, их союзниками – Турции, Саудовской Аравии. Вряд ли. Но оно должно было прозвучать. Некоторые инициативы важны просто своей высказанностью, своим фактом своего выдвижения. И в данном случае России важно было выступить с этой инициативой, чтобы подчеркнуть, что именно она предлагает подход, который наиболее эффективен в противодействии исламского государства. Это сильная инициатива, как некий шаг, который позволяет России набрать очки в отношениях с западным миром. Зал речь Путина внимательно слушал. Он не лил воду, а говорил по делу. Как после отметят эксперты, его выступление от многих других ораторов отличало конкретика – редкость для современных международных отношений. Язык, на котором говорил Путин, он непривычно откровенный. И сейчас не принято так вот называть вещи своими именами. В Европе, в Америке не принято. Вот эта толерантность, политкорректность, она затуманивает глаза. А Путин не боится говорить, называть вещи своими именами. Речь Путина показала, он хочет вернуть Россию в центр международного сообщества, как державу, равную по силе США. Обама отвергает поиск долгосрочного решения для Сирии с Ассадом у власти. Но и президент России решителен. Он назвал большой ошибкой отказ от сотрудничества с правительством Сирии и ее армией. Было заметно, что Путин прибыл в Нью-Йорк не для того, чтобы льстить Вашингтону. Он продемонстрировал жесткость. Путин предостерег от заигрываний с террористами, напомнил, как вредит геополитике однополярный мир или какие непредсказуемые последствия может иметь вмешательство в дела суверенных стран. Владимир Путин ни разу не назвал Соединенные Штаты Америки, но все поняли, о ком идет речь. Апеллировал он к широкой мировой аудитории и, главное, говорил о эффективности и необходимости эффективности институтов ООН. А это значит, что Россия не тянет одеяло мирового доминирования на себя, а предлагает кооперацию и сотрудничество по понятным и простым правилам. Речь Путина была удивительна при всей ее конфронтационности, она была очень объединяющая. Он сказал, что Россия готова объединяться с кем угодно, как угодно, лишь бы было легитимное решение ООН для стран средних и больших стран. А таких большинство в ООН, ну и таких большинство в мире. Этот месседж тоже очень понравится, потому что значение России как объединяющей страны на фоне того, что Соединенные Штаты скорее сегодня раскалывают, а не объединяют глобальное сообщество, мне кажется, речь Путина будет выслушана и воспринята с гораздо большим позитивом, нежели речь того же Обамы. Путин не утомил аудиторию разговорами. Был краток, говорил примерно 20 минут, в отличие от Обамы, который не сходил с трибуны почти час. Американский президент ввел поучительную проповедь, российский предложил информацию к размышлению. Есть очень четкое различие между речами Путина и Обамы. Американский президент фактически учил жизни присутствующих. Он так и сказал, что хорошо для США, будет хорошо и для всего мира. Путин же наоборот подчеркнул, что у каждой страны свой путь развития, и этот путь нужно уважать. Если Обама сосредоточился на проблемах геополитики, то у Путина круг поднятых вопросов был шире. Российского лидера беспокоит глобальное изменение климата и ситуация в мировой экономике. В международной торговле государства все чаще прибегают к практике закулисных игр. Ведут переговоры, заключают сделки, не ставя в известность ни соседей, ни собственный народ. Он показал, что Россия это по-прежнему страна, которую интересуют глобальные процессы. Когда она перестает говорить о геополитике, о климатических изменениях, о соотношении сил и балансе сил в мире, о правах народов, об устройстве миропорядка, наконец, она теряется, как страна, она теряет собственную идентичность. Поэтому Путин еще раз подтвердил, что сам является игроком первого порядка и подтвердил, что Россия является игроком, которого в мировой политике обойти нельзя. В мире полном таких неожиданностей, как подъем исламского фундаментализма, бои на территории Евросоюза, экономический спад в Китае и прочих, Самым большим сюрпризом для всех стало внезапное возрождение России при Владимире Путине. После генассамблеи журналисты и эксперты продолжат цитировать лидеров, а мир будет ждать, когда политики, сказанные с трибуны ООН, начнут воплощать в жизнь. Денис Давыдов, Первый канал.